Приветствую вас. Я не знаю, зачем, для чего вы пишете то, что вы пишете, то есть, совершенно очевидно, что хотите вы, видимо, выплеснуть как, ну, выплеснуть свою позицию, да, выплеснуть своё чувство. Вот. Свои эмоции, но, на самом деле, ещё ни один человек, другого человека сделать счастливым не мог. То есть, ребёнок вас, он счастливым не сделает. Напротив, это вы сделаете его объектом своего переноса. Вы сделаете его объектом своих переносов своего негативного. Вот. У вас есть проблемы в построении отношений? Есть. Почему вы хотите именно родить, если вы хотите быть мамой? Это загадка. Ну, в том смысле, что... А, хотите вы родить, к примеру? Вот, скажите, вы быть мамой, к примеру. Для этого не обязательно рожать. Поэтому можно взять ребёнка из детского дома, к примеру. Ну, вот, вы почему-то этого не хотите. Счастья, эээ, у вас, сапребёнка, не появится. Эээ, денег у вас, вы пишете, что у вас денег нет, а как вы, вы будете ребёнка, собственно, воспитываете, что вы ему дадите. То есть, по сути, это эгоизм. Вот, то, что вы сейчас делаете, это эгоизм. Это эгоизм, и, я бы сказал, ну, что-то, что-то, эээ, что-то похожее на тщеславие. Почему? Потому что, ещё раз, если вы хотите быть мамой, это здорово. Ну, обеспечьте хотя бы себя. Обеспечьте хотя бы себя работой, обеспечьте себя хотя бы постоянным доходом. Вот. Реализуйтесь. Что-то вы хотите быть мамой, да? Говорит о том, что вы нереализованы как личность, вы нереализованный, эээ, нереализованный человек. Я сейчас не говорю про отношения, не говорю про семью, да? Вот. Я говорю про другого. Что вы нереализованы вообще. Реализуйтесь. С антипрофессионалом, специалистом, экстра-классом, чтобы у вас был доход. Возьмите ребёнка из детского дома и вам не придётся уходить в декретный отпуск и прервать свою работу, и вы будете мамой. Но нет. Нет. Вам нужно именно родить самой. И согласитесь, это уже, это уже не желание быть мамой. Это уже ваше собственное желание. И вот достоин ли ребёнок того, чтобы быть вашим средством для удовлетворения ваших потребностей, для удовлетворения ваших желаний? Достоин ли ваш ребёнок для того, чтобы быть вашим путём к счастью? И достойный ребёнок того, чтобы его мама жила за счёт него? Наверное, на этот вопрос помните на эти решения. Самой. Если вы считаете, что это так, то будьте готовы к тому, что либо ваш ребёнок будет гиперразвит в плане вины, и тот, что он будет чувствовать свою вину перед вами постоянно, а значит перед другим. Лебёнок будет ненавидеть вас и других людей за то, что вы использовали его как средство. Здоровую личность в вашем текущем состоянии при вашем отношении к ребёнку и к себе невозможно. Готовы обречь ребёнка на такую жизнь? Пожалуйста. Пожалуйста. Может быть мои слова прозвучат довольно жёстко. Может быть мои слова прозвучат жёстко. Но если вы так или иначе родите ребёнка, не реализуясь хотя бы профессионально, да? То есть не пойдёт его в себя успешной хотя бы в профессии, к примеру. Можете сразу готовить деньги на психолога. Уже ему. Не себе, а ему. Ну вот. Вы пишите, что привлекали к помощи психологов и бесполезны. И бесполезно это было. Так, может быть вы неправильно работали. Понимаете? Вот в принципе и всё. Вы верите в Бога? Вы пишите, что Бог дал ребёнка, Бог дал на ребёнка. Это значит, что вы снимаете в себя ответственность. Снимаете в себя ответственность за свою жизнь и за свою ребёнку. Пускайте нас и мать. Ах! Бог да! Разве не Бог говорит нам, чтобы мы надеялись на себя? Чтобы мы своими силами? Разве не говорит нам Бог, что ребёнок это человек? Ребёнок не может быть самоцелью. То есть. Ваша вера, она здесь как-то странно интерпретируется. Вы пишите, что хотите родить и продолжить свои гены? Только так вы можете подтвердить свою значимость. Действительно, считайте, что продолжить свои гены? Это единственный способ значимости глава. Вы настолько низко себя цените, а на них. И так же будет чувствовать себя ребёнком. Так же. Он так же не будет себя чувствовать. Он так же будет себя воспринимать. Вы хотите этого для ребёнка? Нет. Любите ли вы его? Нет, не любите. Хотите ли быть мамой? Нет, не хотите. Вы не готовы быть мамой сейчас. Вам нужен ребёнок для того, чтобы почувствовать себя лучше. Но это используем. Вот так. Вот так. Как психолог я видел ваши проблемы. И, зная психологу, и зная, как это всё работает, я отдаю себе прекрасно отчёт в том, что свои проблемы вы перенесёте на ребёнка. Это вам решат, это ваш ответ в таком случае. Но вот имеете ли вы право обрекать человека на такую жизнь? Я думаю, что нет. Вы решаете сейчас, жить ему или нет. Он такого права будет лишён. Имеете ли вы право решать, жить ему или нет в таком состоянии, при таком отношении к себе? Я думаю, что нет. Если вы всё же осознаете, что действуете из эгоизма, и что сам ребёнок по себе вам как таково не нужен, а нужно лишь только то, что вам он даст, обращайтесь за помощью к психологу. Спокойно работайте. И пусть вы закончите свою работу в 42 года, в 45 лет. Не важно. Вы сможете спокойно построить отношения с мужчиной. Вы сможете спокойно реализоваться в своей профессии. Вы сможете спокойно взять ребёнка из детского дома, к примеру. Или воспользоваться услугами зарогатой матери. Если вы хотите именно быть мамой. А при работе у вас будет личностный рост. И если вы вырастите личностно, вы не будете хотеть уже родить. Вы мне напоминаете, знаете, патриота. Человек, который гордится, как бы, принадлением своей национальности. Что его больше нечем гордиться, но гордиться только этим. Это вы так. Вам нечем гордиться. Вы не чувствуете себя, знаете, ну такой-то ребёнок будет. А вы достойный ребёнок быть последним средством? Об этом вы как-то не додумываете. То, что вы обрекаете своего ребёнка на абсолютно непредсказуемый вид. На Бога. На Бога. Ну. А мой ребёнок ваш неверующим будет. Причем здесь Бог? Знаете. Мне кажется, вы даже веру интерпретируете, ну, как-то вот искажённо. Почитайте книгу Тауссенд Барьеры. Тауссенд Барьеры. Вот. Там, ну, напомните себе, напомните себе немножко. Это книга христианского психолога. Вот. О правильном, правильном толковании веры христианской. Вот. Почитайте. Может быть, тогда у вас немножко, скажем так, у структурируется мысль. 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 Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.